Горы поваленных деревьев и десятки пней. Пустынным стал Северодвинский парк культуры и отдыха. Причина далеко не ураган. Вырубить 250 тополей необходимо сотрудникам парка по наставлению Роспотребнадзора. Деревья создают угрозу для посетителей. Таким опустевшим и безлюдным кажется Северодвинский парк аттракционов. Все из-за массовой вырубки тополей. Более 250 деревьев необходимо убрать сотрудникам парка. В парке культуры имеют предписание Роспотребнадзора по удалению аварийных деревьев. Все деревья отмечены Роспотребнадзором. Их количество более 250. В связи с этим мы ежегодно, периодически удаляем определенное количество деревьев. Тополя живут около 70 лет. Если их вовремя не срубить, это закончится плачевно. К примеру, после вчерашнего урагана на территории парка повалило 4 тополя. Один из них упал прямо на тортуар. Поэтому, чтобы обезопасить посетителей парка, деревья решено вырубить. Срубленные деревья распиливают на части и возят на полигон твердых бытовых отходов. Однако такая процедура не дешевая. Одна машина стоит около 2500 рублей. Поэтому к помощи сотрудники парка привлекают жители Северодвинска. Вместо старых деревьев сотрудники парка закупают саженцы. На территории посажено уже около 350 новых деревьев. Это ель, барбарис, можжевельник и редкая для наших мест туя. Кстати, последняя впервые так массово посажена в городе. Эти деревья зарекомендовали себя в северных условиях в других городах. Поэтому при озеленении парка выбраны именно эти породы. В парке есть возможность ухаживать за деревьями. Цель – создать видовое разнообразие в парке, потому что это все-таки место отдыха горожан. Сотрудники парка отмечают – уже появились нечистые на руку граждане. Ночью выкапывают саженцы и увозят на дачу. Цена одного доходит до 2000 рублей. Парк культуры и отдыха призывает северодвинцев не вредить, а поучаствовать в озеленении территории. Дмитрий Ефимов, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска.